20 миллионов 200 тысяч единиц мототехники Итоги продаж китайских производителей за 2021 год Появились итоги 2021 года самой крупной мотопромышленности в мире, китайской Продажи китайских производителей составили 20 миллионов 200 тысяч единиц мототехники что на 12% больше, чем за 2020 год Основные цифры в разрезе различных видов продаж Из этого количества 17 миллионов 850 тысяч единиц это двухколесные мотоэлектротранспортные средства А 2 миллиона 340 тысяч трехколесные Три циклы очень популярны не только в Китае, но и во многих других странах особенно в Азии и Африке то есть продажа двухколесных мотоэлектроциклов увеличилась на 13,8% а трехколесных на 3,4% Продажи мототехники с ДВС составили 16,25 миллионов единиц что на 15% выше, чем годом ранее а электромототехники 3,9 миллионов единиц что на 3% больше, чем за 2020 год Продажи на внутреннем рынке составили 11,12 миллионов единиц что на 3,6% больше, чем за 2020 год Продажи стандартных мотоциклов составили 9 миллионов единиц то есть почти на 19% больше, чем в прошлом году скутеров 6,5 миллионов единиц что на 9,5% выше, чем годом ранее мопедов с горизонтальным двигателем 2,2 миллиона единиц Рост составил 8,4% Примерные пропорции в продажах двухколесной мототехники 51% стандартные мотоциклы 36% это скоттеры 13% кабы Каб это мопеды с горизонтальным двигателем Доли с учетом трехколесной мототехники 45% это стандартные мотоциклы 32% скутера 12% кабы 11% трициклы В разрезе кубатуры до 50 кубов 776 тысяч единиц Рост 17% Кубатура 50-110 2 миллиона единиц Рост 6% Кубатура 110-125 кубических сантиметров 5,7 миллионов единиц Рост 20% Кубатура 125-150 Продажи 3,6 миллионов единиц Рост 19% Кубатура 150-250 кубических сантиметров Продажи 1 миллион 370 тысяч единиц Рост 18% Крупнейшая десятка производителей мототехники Дачан Дзян 2,3 миллиона единиц Лонг Син 1,3 миллиона единиц Зонг Шен 1 миллион Лифан 1 миллион Сандира Хонда 900 тысяч Ян Син 800 тысяч Вуянг Хонда 800 тысяч Дайанг 700 тысяч Дайюн 540 тысяч Итайо 508 тысяч Крупнейшая десятка производителей электро-мототехники Ядеа 934 тысяч Луян 700 тысяч Таилг 619 тысяч Сундра 502 тысяч Зонг Шен 375 тысяч Единиц Джинни 200 тысяч Единиц Хуахай 123 тысяч Единиц Хайбао 109 тысяч Далонг 98 тысяч Илонг Синг 41 тысяч Единиц Экспорт составил 8,97 миллионов единиц Рост составил Плюс 26 Экспорт двигателей Составил 1,31 миллиона единиц Экспорт АТВ Квадроциклов Вездеходов Составил 445 тысяч Единиц Крупнейшая десятка Экспортеров АТВ Лонг Син Дачан Зян Зонг Шен Тайо Сандира Хонда Йонг Синг Лифан Хай Йоджин Саня Дайо Суммарный экспорт Экспорт этих предприятий Составил 5,5 миллионов единиц Или 61% От общего объема Экспорта мототехники Справочно Общий ВВП Китая По данным МВФ За 2021 год Составил 16,9 триллиона долларов Это второе место в мире Рост составил 2 триллиона долларов По сравнению с 2020 годом Доля в мировом ВВП 17,8% Первое место Это занимает США 22,9 триллиона долларов Рост составил Плюс 2,1 триллиона долларов Это составляет 24% Мирового ВВП Россия Занимает 11 место 1,6 триллиона долларов Плюс 0,17 триллиона долларов Рост составил 1,7% Общий рынок Мототехники Это продажи Включая Новую ИБУ технику Китайскую Индийскую Японскую И прочую Мопеды Скутеры Мотоциклы АТВ И прочее А также Зимнюю мототехнику Буксировщики Снегоходы В пределах 100-150 тысяч Единиц В год Точной Консолидированные Статистики Не существует Крупные Российские Производители И примерный Объем Производства Первое Это русская механика Снегоходы АТВ Около 10 тысяч Единиц В год Стелс Снегоходы АТВ Около 5 тысяч Единиц Урал Это ирбитский Ирбитский МЗ Который Выпускает Мотоциклы Урал Преимущественно На экспорт В пределах 3000 единиц И другие Менее известные Производители Балт Моторс Буксировщики Мотоциклы Ирбис АТВ Снегоходы Снегоход Сервис Буксировщики Снегоходы Урал Бизнес Затех Буксировщики Предприятие Иштихмаш Мотоциклы Буксировщики Составляет В пределах 5000 единиц Каждый